На связи IT-District, мы продолжаем путешествие по миру Android. Вы узнаете, как устроены экраны Android-приложений. Чаще всего экраны представлены в виде Activity, которая содержит виджеты. То есть по факту Activity это и есть экран. Другим вариантом исполнения является тоже Activity, но уже содержащие фрагменты, которые в свою очередь уже состоят из виджетов. По фрагментам мы поговорим позже, а пока вы еще не готовы для осознания данной технологии. Сегодня мы говорим о самых, что ни на есть классических экранах. То есть об Activity, состоящем из виджетов. Лучше всего осознавать ту или иную концепцию в Android-разработке через практику. Я уверен, многие из вас играли в игру Mortal Kombat. Давайте рассмотрим концепцию Activity на примере карточки бойца Cassie Cage. Итак, у нас уже имеется проект. Давайте создадим Activity. Для этого мы заходим в ресурсы и стоя на папке проекта, либо на папке с шаблонами Layout, кликаем правой кнопкой мыши, наводим на New, затем на Activity и выбираем тип Activity, Empty Activity. После чего вводим название для нашего Activity Casey Cage. Итак, пока Activity создается, давайте посмотрим на то, что мы должны с вами сделать. У нас имеются вот такие элементы. Как же нам собрать карточку? Нам нужно, чтобы получилось вот так. Слева аватар изображения бойца, чуть правее это изображение имя, чуть ниже под ним название фракции, чуть еще чуть ниже под фракцией должна быть кнопка с деталями, а под аватар изображением мы расположим текстовый виджет, в котором отобразим историю бойца. То есть мы должны разбросать весь контент, то есть все виджеты данного Activity по разным сторонам относительно других виджетов. То есть мы должны сделать вот такую сложную конструкцию. Как я ранее говорил, Activity состоит из виджетов. Виджеты это элементы Android приложения, такие как текстовое поле, кнопки, различные переключатели и многое другое. И что самое интересное и замечательное, виджеты не могут напрямую располагаться в Activity. Они должны быть заключены в оболочку, так называемые лаяуты, то есть между Activity и включенными в него виджетами должна быть прослойка. Существует несколько видов лаяутов, но чаще всего используют два из них. Это LinerLayout и ConstraintLayout. Про ConstraintLayout в сегодняшнем видео и пойдет речь. Этот самый ConstraintLayout как раз таки и применяется для такого сложного расположения элементов, как нами требуется. Причем самое интересное, что Android использует этот ConstraintLayout как основной, то есть базовый вариант прослойки. Ведь при создании Activity по умолчанию создается в качестве прослойки как раз таки ConstraintLayout. Посмотрите, у нас как раз таки он и создался. Давайте посмотрим на его атрибуты. Как вы видите, у нас создался Activity, который, как и большинство Activity, состоит из двух файлов. Из Java файла и XML файла. Java файл нас сегодня интересовать не будет, поэтому мы его закроем и сосредоточимся на XML файле. Приключаемся на вкладку Text. Посмотрите, как я обещал, Android создал Activity с прослойкой ConstraintLayout. Еще лаяуты очень часто называются представления, так как именно они определяют, как будут располагаться виджеты. Давайте спустим этот атрибут ниже, чтобы было удобно читать код. Во-первых, мы с вами имеем вот эту строчку шаблонного кода, которая указывает на тип кодировки. Это необходимо, чтобы корректно выводить информацию в приложении, а не получать непонятные символы. Как вы видите, вот наш ConstraintLayout, который имеет ряд атрибутов. Лаяуты, так же, как и виджеты, представлены в виде тегов. Но в отличие от вид, но в отличие от многих виджетов, лаяуты имеют открывающийся и закрывающийся тег. В принципе, любые виджеты могут также иметь и закрывающийся тег, но в этом нет особого смысла. У лаяута имеется ряд атрибутов, но трое из них обязательные и указываются у главного лаяута, который располагается на первом уровне Activity. Вот они, эти три атрибута. Вот этот атрибут предоставляет доступ к библиотеке Android, и благодаря именно ему мы можем указывать перед атрибутами ключевое слово Android, которое предоставляет доступ к шаблонным атрибутам из библиотеки Android, которые были созданы специально на языке разметки XML. Вот этот атрибут дает нам доступ к любой сторонней библиотеке, в данном случае к библиотеке ConstraintLayout, благодаря которой мы можем использовать возможность интересного размещения виджетов. И благодаря этому подключению мы можем для предоставления доступа к атрибутам библиотеки ConstraintLayout указывать ключевое слово App. Существует два самых распространенных ключевых слова, это Android и App. Android дает доступ к атрибутам библиотеки Android, а App к сторонним библиотекам, которые мы подключаем в файле BuildGradleApp. И видим, что, как мы можем видеть, что по умолчанию при создании проекта Android подвязывает стороннюю библиотеку ConstraintLayout. Также у нас имеется вот такой атрибут, он необходим для того, чтобы связать данные XML файл с соответствующим ему Java файлу. И вот эта связка. Как вы видите, вот этот атрибут имеет серый цвет, так как мы еще не использовали ничего из библиотеки ConstraintLayout, которой он так любезно предоставляет нам доступ. Также я хочу обратить ваше внимание на два атрибута. Это высота и ширина. Они имеют значение как у родителя. То есть для ConstraintLayout родительским элементом является непосредственно Activity. Поэтому указав такое значение, мы растянули его во всю ширину по родителю. Если указать высоту, например, 100DP, кстати, DP это единица измерения размеров для блоков, секций и виджетов, только DP это более совершенная единица измерения, и которая не испытывает трудностей из-за разных разрешений экранов. Так вот, указываем 100DP, а также давайте укажем фон для ConstraintLayout. В качестве фона я возьму маркировку синего цвета. В описании к видео будет ссылка на страницу, где вы можете взять маркировку с цветами. Итак, для начала мы идем в ресурсы, открываем файл Color, и в атрибуте цвет Accent меняем цвет на вот такой синенький, просто заменив маркировку. Теперь возвращаемся в наш XML шаблон и вводим у Constraint новый атрибут Android Background и указываем ссылку на ресурс, где прописана маркировка с цветами. Итак, посмотрите наш ConstraintLayout не на весь экран. Кстати, есть еще одна единица измерения для установки размеров виджетов id и других секций или блоков. Помимо MatchParent и DP, можно указывать в WrapContent, что означает растягивать данный виджет или любой другой блок по включенному в него контенту. То есть, чем больше будет контента в Constraint или виджете, тем более широко он будет растягиваться, то есть обволакивать свой контент. Итак, давайте вернем высоту на MatchParent. Далее я просто вставлю все необходимые виджеты. Мы каждый виджет будем разбирать на последующих уроках. Сегодня вы должны просто понять, как располагать виджеты Activity внутри ConstraintLayout. Итак, я вставил виджет с изображением и текстовые виджеты, а также кнопку. Теперь, как вы видите, виджеты имеют красное подчеркивание, что говорит об ошибке. Давайте начнем с аватар изображения. Все дело в том, что если какая-то из сторон будет, будь то высота или ширина, не растянута полностью по размерам своего родителя, то в этом случае нужно указывать позиционировать. И так как вы видите, все наши виджеты являются дочерними по отношению к ConstraintLayout, то есть прослойке. А ConstraintLayout в свою очередь растянута на весь экран. Поэтому нам нужно установить позиционирование по вертикали и горизонтали. Это делается под двум атрибутом. Сейчас я вам покажу, как это все происходит. Итак, сейчас я вам покажу, как можно разместить виджеты внутри ConstraintLayout, то есть прослойки или так называемого представления, которое позволяет располагать элементы приложения, находящиеся внутри этой прослойки, в тех местах, в которых нам необходимо, причем в различных направлениях. Смотрите, у нас есть прослойка ConstraintLayout, идет виджет изображения, идет виджет имени бойца, название фракции, к которой бойц относится, и история, то есть вот этот текст. Как видите, справа на рисунке, как вы видите, справа на презентации текущего состояния приложения, то есть текущего состояния Activity, сейчас все эти слои, все эти виджеты, они друг на друга наложены и сосредоточены в левом углу по умолчанию. И все виджеты окрашены в красный цвет, потому что мы не определили их местоположение. Для определения местоположения виджета нужно в нем, в зависимости от того, какая ширина и высота заданы, прописать один или два атрибута по установке местоположения виджета на экране, то есть на Activity. Давайте пропишем сначала этот атрибут у истории бойца. Значит так, вот он, этот виджет, HistoryFraction. Кстати, неправильно, не Fraction, а ID. Но это мы с вами о виджетах будем дальше разговаривать. Сейчас я правильный индивидуальный идентификатор по смыслу поставлю. Вот, смотрите, HistoryFact. Так, для того, примерно где-то после, но все равно в каком месте, я люблю по смыслу, после того, как мы прописали высоту, мы должны поставить атрибут, который будет определять местоположение на экране и текстовой области с описанием истории бойца. Для этого нужно ввести ключевое слово. Часто всего используются два ключевых слова. Android, для доступа к библиотеке, то есть к параметрам из библиотеки Android, и App, для доступа к сторонним библиотекам. Если мы зайдем на файл BuildGradleModelApp, где мы с вами подключали различные библиотеки, то есть где мы переезжали на AndroidX, где можно подключать различные библиотеки, то мы увидим, что ConstraintLayout, это не что иное, как подключенная библиотека. Поэтому к ней, к этой библиотеке, нужно обращаться через ключевое слово App. Возвращаемся, вводим App, и вводим название атрибута, который позволяет устанавливать местоположение. И местоположение устанавливается по двум сторонам, по горизонтали и по вертикали. Сначала нам нужно установить, допустим, давайте по горизонтали. нам нужно ввести Layout. Нам нужно выбрать, и вот смотрите, у этого Layout идет Layout Constraint, а потом перечисляются стороны направления. Давайте мы выберем сейчас для примера вот этот первый. Смотрите, что он говорит. AppLayout Constraint, это наше ключевое слово, через которое мы обращаемся к библиотеке ConstraintLayout, в данном случае. Далее идет атрибут Layout Constraint, который позволяет устанавливать местоположение. Дальше идет Left to Left. Left to Left off. Значит, ну и если вы не знаете английского языка, но я думаю, вы знаете, то топ это вверх, bottom, вниз, left, лево, right, право. И вот что он говорит. Расположить левый край текущего виджета, то есть левый край виджета History, относительно в данном случае левого, левого края чего-то. В данном случае нам нужно просто его, в данном случае нам просто нужно его разместить на весь экран получается, поэтому нужно разместить его по отношению к левой границе экрана. Левая граница экрана – это родительский элемент, поэтому нам нужно просто поставить Parent. Теперь нам нужно, по горизонтали мы разместили, теперь давайте разместим по вертикали. Переходим на следующую строку. App. Также Layout Constraint. Но теперь нам нужно разместить его ниже аватара изображения бойца, поэтому мы выбираем Constraint Top to Bottom Off. То есть мы говорим, что разместить верхнюю границу текущего виджета с историей бойца относительно нижнего края и указать элемент. И указать виджет, относительно которого мы будем чуть ниже размещать данный текущий виджет с историей. Этот виджет у нас будет и аватар изображения. Вот он этот виджет. Но опять же, про виджеты мы будем идти отдельно на следующих уроках говорить. У этого виджета имеется индивидуальный идентификатор, то есть особый признак. ID-шник. Короче говоря, нам нужно указать этот ID-шник ImageFighter в качестве значения для установки местоположения. Просто все, что нужно сделать, это тут ввести. ImageFighter. Видите? Видите, что происходит? Он ниже разместился, чуть ниже. Отлично. И видите, красное подчеркивание пропало. Теперь что мы? Ну давайте теперь чуть выше поднимемся. И вот получается само-само аватар изображение. В общем, то же самое давайте. Мы должны его разместить в левом верхнем углу, зафиксировать. Для этого мы по горизонтали AppLayout также LeftToLeft указываем родитель Parent и по вертикали также мы верхнюю границу должны указать AppLayout Constraint TopToTopOf то есть размещать верхний край относительного верхнего края родителя, то есть самого экрана. Ну оно у нас так было, но мы зафиксировали. Далее название бойца, имя бойца то же самое. Берем по горизонтали сначала AppLayout Constraint Нам нужно левый край разместить от левого края текущего виджета с именем бойца разместить относительно правого края аватар изображения, поэтому выбираем LeftToRight и вводим ID-шник нашего виджета с аватар изображением ImageFighter Вот он. Видите? сразу переместилось. И в верхнюю границу мы должны AppLayout отговорим, что разместить верхнюю границу текущего виджета с именем бойца относительно верхней границы родительского элемента, поэтому мы выбираем TopToTopOf и указываем значение Parent. Теперь мы должны разместить название фракции. Для этого мы также говорим, что AppLayout отобразить левую границу относительно правого края аватар изображения, но при этом видите, она ложилась сверху на имя, но при этом расположить ее чуть ниже. выбираем верхний край, выбираем, что верхний край будет примыкать к нижнему краю виджета с именем бойца. У виджета с именем бойца есть ID-шник, есть соответствующий ID-шник. Мы должны его указать теперь в качестве значения вот здесь Name Factor. И видите, он чуть-чуть сместился. И осталось нам разместить последний виджет это кнопка с деталями. Берем то же самое. App Layout отображаем его А давайте отобразим его по правому краю далеко. Выбираем отображать правый край текущего виджета относительно правого края и вводим правого насчет отображать насчет правого и выбираем отображать с правого края по отношению к родителю. И вот он видите, куда сместился и мы должны его чуть-чуть ниже спустить например под фракцию. Берем App отображать его верхний край по отношению к нижней границе Top to Bottom of Fractions Fractions Нам нужно Fractions Name Сейчас ID-шник этот найдем вот Name Fractions И видите, он спустился под него так вот вот так вот и происходит позиционирование в виде переключились в терь все все без ошибок выдается все отлично но мы еще будем говорить про отступы с вами в следующих видео ну я вам просто давайте отступ красивый сделаем вот у нижнего у истории да history да отступы задаются через марджины марджины это из библиотеки Android поэтому мы обращаемся через ключевое слово Android Layout Margin Top да и единицы измерения DP ну 10 DP да ставим допустим видите сместилось чуть-чуть а и давайте еще у верхнего имени бойца и у имени бойца напишем Android Layout Margin Top также 10 вот теперь хорошо а DP мы не поставили теперь я вам сейчас расскажу еще об одной вещи которую нужно знать смотрите но это видите у нас допустим history да сейчас мы найдем историю вот виджет history у него вот этот короче смотрите говоря в общем вот этот атрибут layout which это ширина layout height это это высота это раб контент она установит это размеры установлены установлены по контенту то есть она будет зависимость от контента растягиваться F если и так как она и так как мы установили по ширине и по высоте пока и так как мы установили ширину и высоту по контенту то необходимо было прописывать два атрибута по установлению координатов для размещения да то есть и по горизонтали и по вертикали но если бы мы высоту вере но если бы мы ширину установили породителю то есть на весь экран match parent и вот то в этом случае нам бы нам не нужно было устанавливать местоположение по горизонтали это вызвано с тем что android android не будет от нас этого требовать потому что мы так будем растягивать этот виджет на всю ширину поэтому если мы досмотрите сейчас уберем расположение по горизонтали вот то ошибка не будет выезжать а если бы мы сделали еще ширину как match parent то есть на вид на вид на весь экран вот он ведь растянулся на весь экран но текста как сосредоточен выше поэтому он так расположился если мы убьем и установка местоположения по вертикали то у нас опять же нет ошибки то есть для объект для виджетов которые мы растягиваем на весь для виджетов которые мы растягиваем на весь экран необходимость указания координат вместо положи указания местоположения виджета не не является уже обязательным так как мы растягиваем определенный виджет на весь экран ну давайте вернем кстати для возвращения если вам нужно вернуться на шаг назад подобно как красавиорде делаете смотрите edit и назад стрелка edit и назад стрелка edit и назад стрелка edit и назад сейчас мы все это повозвращаем вот пожалуйста в общем да и смотрите то есть для края у которого установлена ширина или высота в зависимости какой край как much parent то есть на весь экран то есть по родителю на видно вид на весь размер по родителю необходимость установления по этой стороны не необходимость установления по этой стороне атрибутов по установке координат размещения относительно каких-то либо был других виджетов является уже не обязательным поэтому можете не указывать в принципе вот это самое но и по работе с констрент лаяутом видите вы той суть том что вы указываете для каждого виджета где он должен располагаться относительно других и относительно других виджетов или краев родительского блока также в конце лаяуте можно указывать местоположение по конкретным координатами точкам или допустим создавать целые цепочки но этим я вообще редко очень редко пользуюсь но иногда бывает обязательным использовать цепи если для более широкого ознакомления но это опять же очень редко используется но если вы заинтересуетесь этими такими цепями то в ссылке то в описании к видео будет ссылка на мою инструкцию которую я собрал из нескольких статей пропустил через себя и чуть-чуть переделал там полностью со собран весь контент по констрент лаяуту там сможете все посмотреть плюс еще будет ссылка в описании на инструкцию где и будут перечислены все вот эти атрибуты и play out constraint по всем сторонам где будет дано подробное описание тому что обозначает конкретный атрибут по констрент лаяуту это все